Филизума мадагаскарская или геккон часто встречается у любителей террариумов. В этом видео я предлагаю познакомиться с этой рептилией поближе. Ведь их яркость окраса привлекает взгляд, а небольшой размер делает филизум доступными питомцами практически в каждой, даже небольшой квартире. Спасибо компании Экзаменю, благодаря которой и получилось это видео. Отдельную благодарность выражаю Марии Кенц. Именно она меня и познакомила с этим чудом. Теперь переходим к филизумам. Да, поговорили о хамелеонах. Уход за филизумом примерно такой же. Смотрите, нельзя сказать о рептилиях разных видов, что их уход в чем-то... Схож. Да, ну полностью одинаков, скажем так. Да, есть схожие моменты. Например, очень схожее обустройство террариумов для влаголюбивых рептилий. Их огромное количество. И, соответственно, влаголюбивые рептилии, что одна, что другая, примерно одинаковая градация размеров, будет по своим условиям содержания. Вот они между собой будут очень похожи. С хамелеоном, как я вам сказала, у него есть определенные особенности в плане питания и в плане питья. То есть он не пьет стоячую воду. То есть все вот эти фонтанчики, специализированные поилки и так далее, это исключительная придумка под хамелеонов. Кеменских, бородавчатых, пантеровых, любых. Абсолютно это свойственно всему, абсолютно, хамелеонему роду. Сейчас это будет начинаться также запрыскивание. Да, это конкретно у нас фельзумка. Фельзума – это дневной мадагаскарский геккон, достаточно крупный. Здесь уже взрослый особь у нас живет. По полу не скажу. Мы не смотрели пол. Могу предположить, что мальчик, но точнее, к сожалению, невозможно. Точно так же начинается все с опрыскивания. Это также влаголюбивый геккон, точно так же. У него из схожих моментов могу выделить, да, то есть используем мы очень похожий грунт с хамелеоном. Это кокосовая стружка? Да, это крупная кокосовая стружка, достаточно влагоемкий грунт. То есть он будет долго держать влагу после опрыскивания, после полива. Поэтому мы можем, как говорится, положиться на него в плане создания влажности необходимой. Здесь уже есть живые растения. Да, здесь есть живые растения. Фельзумы очень-очень любят именно оформление живыми растениями. Также возможен пластик совершенно спокойно. Но за счет того, что фельзумы спокойны к растительности, не так много весят, не так активны, как хамелеон, то есть как хамелеон, он, извините, потянет за веточку, потянет за листик, чтобы куда-то забраться. У него есть только свои потребности, да, то есть которые он реализует благодаря растениям. Для него это только средство передвижения, по чему можно двигаться. Фельзумка для фельзумки это также еще и декор. То есть банально, да, как геккон, который меньше весит, она может передвигаться по растениям, не ломая их и не причиняя им вреда. Поэтому можно спокойно устанавливать живые растения. При этом еще и лапки фельзумы, они устроены по-другому, верно? Да, конечно. Как хамелеоны, наверное, такими, как у хамелеонов, лапами могут похвастаться только они. Своеобразные зажимы, крючки. Лапы у фельзумы устроены совершенно иначе. Это лапки, на пальчиках которых расположены маленькие присосочки, очень маленькие, практически ворсинки. И поэтому вот этот геккон может передвигаться по вертикальным поверхностям по стеклу, просто ползать по стеклу. Он своеобразно прилипает к нему. Точно так же в прыжках он перемещается по растениям, по корягам, от укрытия к укрытию. Геккон активный, геккон любит быть на виду, совершенно спокойно бывает на виду. Но геккон не ручной, сразу предупреждаю. То есть фельзумка, которая приучена к рукам, в отличие от тех же хамелеонов, которые достаточно спокойно к ним относятся. Фельзумы более своенравные, более, я бы сказала, диковатые даже те, кто совершенно спокойно выведен в неволе. То есть это более характерные животные. То есть если заводить дома фельзума, то за ним только можно наблюдать. А это животное для наблюдения. 90% случаев это животное для наблюдения. Если долго работать, долго общаться с этим животным, растить его, например, смалька, то есть все шансы, что оно привыкнет к близкому общению с людьми, к рукам. А если он прилипнет к руке? Он липнет не в плане прилипнуть. Он как будто магнитится. То есть он как прилипает, так же легко и отлипает. Именно по принципу магнита. Это не клей. Но он сам регулирует, когда ему надо это сделать. То есть если вы захотите снять его аккуратненько с руки, вы точно так же поддеваете его под мордочку, под перед, снимаете с руки. Даже не будет характерного чпока, ничего не будет. Это не клей. Это именно такие маленькие-маленькие ворсинки-присоски. А вы в своем магазине, в экзамене, часто их трогаете своими руками? Мы их не трогаем совершенно. Только когда покупатель их покупает, да? Да, да, да. При учении к рукам, именно у фельдзум, это скорее прихоть самого человека, который будет за ним следить. Потому что те, кто собирается завести фельдзумы, чаще всего знают про их характер, уже читали, уже наслышаны хотя бы, что животное своенравное, животное действительно не ручное, ну чаще всего. И что с ним нужно будет работать самостоятельно. Оно должно привыкаться к конкретному человеку. Ну а чаще все-таки кого покупают, если сравнивать фельдзумов с хамелеончиками? Знаете, 50 на 50. Невозможно сказать чаще, реже, потому что и то, и другое животное имеет как свой плюс, так и свои минусы, и своих любителей, и своих противников. То есть есть люди, прям обожающих миллионов, понявшие, что это их животное, что как бы там тяжело не было, они... Просто, насколько мне кажется, то, что все-таки люди любят свое животное потрогать, пощупать, потискать. Люди, и спасибо им за это, достаточно спокойно относятся к определенным особенностям животных. То есть есть, например, ящерицы, которые роющие, роющие виды. Это, знаете, это когда у вас террариум, достаточно низкий, неважно высокий. Грунт сантиметров так 5-10, и все. И там где-то животное в этом грунте. Оно проводит в грунте 99% своей жизни. Это сцинки петерси, например. Это очень многие виды сцинков, они практически все роющие. Это практически все виды сцинков, если уж на то пошло... Петерси синеязыковые, да? Синеязыки нет, они более, наверное, все-таки... Они нет, они всегда на виду чего уж там. Да, они всегда на виду, они очень спокойно относятся к этому, да. Это петерси, это огненные сцинки, это аптечные сцинки. Это те, кто любит закопаться. Вы понимаете, вы просто будете подходить к серрариуму, видеть ровный, абсолютно ровный слой грунта, и говорить, вот у меня там ящерица. Просто поверьте мне на слово, что она там есть. Вот так вот. А какие здесь растения? Здесь бромелия, здесь парочка видов юнов. То есть здесь, ну знаете, такие абсолютно простенькие растения, но конкретно влаголюбивые, очень конкретно влаголюбивые. А вот если посмотреть на катяги, я не могу определить, что это за вид. Вот это пробковое дерево, да? Да, это пробка. А вот смотрите. Это, по-моему, каштановый корень. Оба. И тот, и тот. Да, 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 по-моему, это каштановый корень. Доливаем воды, понятное дело. У нас всё равно осталось немножко. Обычно хватает как раз бутылки на один поход сюда. Хамелеончику. Главное полить растения. Конечно, тут растение оживает. В террариумах живыми растениями надо понимать, что уход осуществляется не только за животным, но и за тем, да, что в этом террариуме растет. А какие-либо удобрения этим растениям нужны? Нет, 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 необходимости нет. Бромельки и прочие растения, характерные для террариумов, обычно крайне неприхотливы к грунту. Но им нужна влажная среда. Да, им нужна влажная среда, крайне влажная среда. Конкретно вот эти вот любят, знаете, даже чтобы вот... Они бы совершенно спокойно стояли в воде. Вот просто стояли, как вот рис на рисовом поле. Стояли бы в воде, им было бы просто прекрасно, если бы вы поставили их там, например, в аквариум какой-нибудь. Поэтому полив, конечно, должен быть очень обильным. Потребление воды действительно огромное. Также протираем дверцы. Это характерно для всех террариумов. Быстренько топ-топ-топ-топ-топ-топ. Фельзунка у нас здесь сидит спокойно. Опять же, повторюсь, не ручная, но спокойная. Это очень приятно для комплектного вида. А были случаи, когда они выбегали? Когда они выбегали из террариумов, были такие случаи? Нет, нет, нет. Чаще всего, когда происходит уборка, она уходит к фону, то есть на задний план. Таким образом, она минимизирует контакт с ней. То есть она отошла совершенно спокойно, видя, что мы обычно не заходим дальше вот этой территории. То есть мы полили растения, протерли дверцы, закинули туда насекомых. Она питается самостоятельно. Ее не надо кормить спинцеты. Опять же, пример своенравности. Фельзумы чаще всего предпочитают именно живых насекомых. Хамелеонов, и ублюфаров, и многих других можно приучить к кормлению с пинцетой и, соответственно, к замороженным насекомым. Потому что они будут просто реагировать на сам пинцет, на движение пинцета, а не на движение насекомых на нем. Фельзумы обычно предпочитают именно живца. То есть выпускается какое-то количество насекомых в террариуме. Фельзумы за несколько дней их просто самостоятельно ловят и съедают. Сколько надо? Я выпускаю в среднем 4-5 штучек среднего размера. Это фельзумы уже около года. Это практически взрослая особь. Она у нас тут отбрасывала хвостик. Но хвостик, как вы видите, очень хорошо отрастает. Можно увидеть вон там полосочку, где кончается рисунок красной точки. Красный точек. Да, где кончается рисунок красной точки. То есть это видно, что растет новенький, свеженький, хорошенький хвостик. Они вот так же, как и отбрасывают, так же спокойно и отращивают. А как часто они отбрасывают? Или это была стрессовая ситуация? Это была стрессовая ситуация. Мы подозреваем, что просто вот кто-то постучал по стеклу, проходя мимо. Мало ли людей здесь много проходит. Теперь мы просыпаем к кормлению. Да, да, конечно. Кормить мы будем тем же самым, что и хамелеончиком. Да, точно так же. Берутся сверчки, либо домовые, либо двухпятнистые. Да, вот они у нас. Какие из них какие? Это все двухпятнистый сверчок. То есть те, что с крыльями, это иманга. То есть это взрослые сверчки. Совершенно взрослые, то есть больше они не вырастут. Те, что без крыльев, это, соответственно, меньшие возраста. А какова цена примерно их? За 10 штучек 50-70 рублей в среднем. И получается, того хватает недели на две? Конкретно в Фельдзуме этого хватит на неделю. На неделю? 10 штучек. То есть по расходам на содержание животных, это, конечно, рептилии выигрывают. Они впереди планеты всей в этом плане. Потому что первичные затраты только характерны для рептилий. Сам террариум, само животное, освещение, внутреннее обустройство. Дальнейшие затраты, это, извините меня, там, я не знаю, сколько будет 45-ваттная лампочка, да, у вас потреблять электричество. И раз в неделю, там, конкретно Фельдзума, если говорить, да, покупка 10 сверчков. Вы сами понимаете, да, 50-70 рублей в неделю, 200 рублей в месяц. Вот и все содержание. А есть какой-то особый уход за этими сверчками? Как они дома живут? Да, есть особенный уход. Если вы покупаете сверчков на одно-два кормления, то специального ухода не требуется. Просто принося их домой, мы их выдаем в транспортировочный тарь. И это подобного типа контейнеры с проделанной вентиляцией, да. Это тарь именно транспортировочный. Они в ней долго жить не будут, потому что они предназначены, по сути, да, для того, чтобы их съели. Но просто люди из регионов, как правило, приезжают в Москву, они покупают сразу много. Они покупают сразу много и чаще всего морозят. Морозят. Там, как я вам сказала, заморозка. А фельдзум? Да. Если у них есть фельдзумы, и они заинтересованы в живом корме, то они обычно покупают большое количество и его разводят. То есть это их, получается, стартовая такая колония, 500-1000 штук. А что нужно для разведения? Для разведения конкретно сверчков. Это большие контейнеры. Туда обычно кладутся яичные лотки такие картонные. Это самый удобный и самый, наверное, дешевый вариант обустройства внутреннего. Они по нему ползут, они его и подгрызают. А чем кормить их? Да, 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 кормление. Это разнообразные овощи, фрукты. Это овсяные хлопья, это геркулесовые хлопья, это гомарус и дафня в качестве животного белка. А как они себя ведут ночью? Они не сильно живут? Они стрекочут. Они стрекочут именно так, как вы себе это представляете, как кузнечики на улице летом. Тот стрек, от которого вы слышите, такой пронзительный гулки. Да, именно так. То есть по-хорошему они должны быть в какой-то отдельной комнате, где человек не спит? По-хорошему, да, но многие держат их, мы в России живем, за неимением пространства в комнате либо прямо с рептилиями, либо прямо в своей комнате. Потому что у меня, например, комната с рептилиями, это моя же спальня. Я, слава богу, не размножаю, мне хватает заморозки. У меня нет фельзума, у меня нет животных, которые питаются исключительно живыми насекомыми. Но если человек держит их в своей спальне, я, собственно, знаю таких людей, ничего страшного, привыкают. Просто круглый год, как будто летом, но стрекочут они ого-го. Это мощный механизм, это целый оркестр, конечно. Бедные соседи. Да, да. Сверчков слышно очень сильно, из-за стены тоже совершенно спокойно. Теперь мы уже покормили, убрали здесь, да? Да. На этом уход здесь также завершен? У фельзумки, да, то есть в этом заключается весь уход. Полив растений, опрыскивание, вытирание двериц и, соответственно, кормление. То есть мы идем по стандартному порядку. На этом видео подошло к концу. Впереди нас еще ждет знакомство с питончиком. Не пропускайте новые выпуски. А в описании под этим видео вы найдете ссылки на группу ВКонтакте Марии и ссылку магазина, где можно приобрести фельзума. Субтитры создавал DimaTorzok